Мы продолжаем наш урок. У нас уже четвертая часть. Урок четвертый, глава 21, в серии уроков «Короткий путь в Тане». Мы находимся сейчас в странице 128 по русскоязычному переводу. И мы в прошлый урок очень серьезно обсуждали вопрос, как вообще сотворился Сотворенный. И мы говорили о том, что есть три силы. Сила, которая называется Ор-Эн-Соф. Святость, бесконечность Всевышнему. Мы говорили, что это очень-очень огромный, бесконечный, сильный, всемогучий, божественная энергия. Она бесцветная, бесхарактеристика, она просто божественное отражение бесконечной силы. Но из этого бесконечной силы сотворенный человек и вообще какой-либо образ, не соответствующий личное отражение Всевышнему из бесконечности святости Всевышнему, не может существовать. Второй силы – это бесконечный, всемогучий силу ограничения, божественное ограничение, у нее два ответственности. Мы не подчеркивали это в прошлый урок, давай еще раз я скажу это. Есть два ответственности, которые отвечают на них, это во силу ограничения. Первый – сжать, сжимать. Да, называется Цинцум – сжимать. Бесконечность святости Всевышнему, чтобы люди такой сильный, да, и всемогучий, и святость Всевышнему – это как трансформатор, просто. Второй – характеризовать этого бесконечной святости Всевышнему, вот эта бесконечная сильная энергия в определенный оттенок. Определенный оттенок. Например, хохму в Мегацилуте. Это тоже божественная хохма, но она уже хохма. Хохма – это определенная форма проявления. Форма проявления, откуда пришла? Вот эта заслуга, услуга сжать, он дает определенную форму формирования. Это называется в языках каббале Хасидут – келим. Сосуды, определенные сосуды, которые красятся, которые дают определенный оттенок, определенное поведение бесконечной святости Всевышнему. Сейчас не будем обсуждать, как точно. Вот это и было. Но мы говорили в прошлый урок, что бесконечная святость Всевышнему, естественно, от него, кроме отражений Всевышнему, не может быть. То же ограничение, не важно, сколько он будет сужать и ограничивать поток энергии, который дается бесконечной святости Всевышнему, и не важно, сколько разных оттенок будет он производить, сотворенный не будут. Почему? Потому что это уже не Всевышнему. Это уже отдельное существо. А эти, они являются только силой Всевышнему. Сила Всевышнему может делать что? Божественность. Другой не может. Кто может производить? Сотворенный – это только лично Творцу. Творец лично. Он дает силу сотворению. Теперь я хотел говорить в этом урок. Заканчивать я хочу, настойчиво заканчивать в нашей двадцать первой главе. Но хочу образъяснить, что такое сотворенный. Понятно, что если я смотрю на себя, я все понимаю. Но все-таки надо описать, что это за сотворенный, который этих двух божественных сил и поток энергии, и ограничение, которое и дает сжимание, и дает определенный оттенок в этом всемогучей энергии. Почему они не могут достичь сотворения? Сотворить сотворение. Есть по сотворению трех слов, которые применяются в Таня несколько раз. И в Хасидуте применяются много сотни раз. Они написаны здесь, в Таня, и в нескольких местах читали их. Просто не всегда замечают, когда не понимаете четкая их формулировка. Этих трех слов это называется ДОВОР, НЕФРОД, БИФНААЦМОЙ. ДОВОР, ВИШЬ, НЕФРАД, АДИЛНЫЙ, АДИЛОМЫ. БИФНААЦМОЙ, сам по себе. Это трех, можно сказать, состояние, которое от них устроен сотворенный человек. Не только человек, сотворенный. Это может быть ангелик, это может быть всяких разных миров. Не Богом, и не божественным. Это может быть духовный, но не божественный. Что это значит, ВИШЬ, ДОВОР? Он просто себе чувствует. Ангелик, у них есть сомнения по существованию Всевечного. Божий упасок нет. В МИР БРИЯ. В МИР БРИЯ. Мы говорили, что есть четыре миров, знакомые нам. ТАЦИЛУТ. Божественный мир. Потом БРИЯ, сотворенный мир. Нет СИГА, ЕСИЯ. В МИР БРИЯ. Где, например, получил пророчество великий пророк Ехаскел. Он выдал трон Всевечному. И так написано в Кабале, что трон Всевечному находится в МИР БРИЯ. Это тоже сотворение. Это сотворение. Там есть ангели. Там есть... Что там они... Как они... Почему они сотворенные и не божественные? Потому что они выше. Они имеют свое чувство, что они есть. Это не грех. Они просто есть. В МИР оцелут такого чувства, что я есть, не бывает. У Хохму вацелут это как Богом выражает Сибьей через Хохму. Это не, что Хохма имеет какое-то свое чувство, что я есть Хохму. Нет, это как проявляет Сибьей Всевечному через Атенок Хохма. И так далее. В МИР БРИЯ происходит переворот. Теперь есть чувство Я. Ангель чувствует, что он есть. Нет, он чувствует Богом. Но он чувствует Богом. Теперь он чувствует Богом. Не Бог чувствует Сибьей. Он чувствует Богом. Вот это выше. Они уже стали кем-то. Кем-то они стали. НЕФРАД НЕФРАД ОТДЕЛЬНО. Это уже чувство есть Богом. Это нет в мире БРИЯ. Есть Богом. И есть Я. Я все понимаю. Поэтому ПОТИ Всевечному никогда не стану. НЕФРАД Никогда. Есть Я. Я понимаю Богом. Я понимаю Божественность. Я хочу быть Божественным. Я хочу быть близко к Богу. Я хочу быть близко к Божественности. Я не хочу ничего отдельно от Него. Но это Я чувствую. У меня есть мои желания. У меня есть мои понимания. У меня есть мои чувства. Это МОЯ чувство. Я не чувствую Богом. Я чувствую себя. Что я чувствую Богом. Это отдельно. Отдельно из жизни. Вот это в основном начинается в мире ЦИРА. А еще и хуже БИФНЕ АЦМО. Он сам по себе. Он отдельный человек. Он не просто отдельный он сам по себе. Бог хочет. Ну и ну невыгодно по-другому давай с Ним не бороться. Не будем ссориться. Но я очень хочу хотелось быть по-другому. Очень хотелось быть по-другому. Но я что могу так? И это например чувствуется очень сильно в мир АСИЯ наш мир не только материальный и духовный через клепот они очень хотят но не могут как как Билам говорил он знал кто такой Всевышний но он хочет проклинать еврея но он хочет сильно хочется ему он не может по-другому но хочется очень сильно из 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 этого впоследствия в нашей сотворенной материальной мир Россия теперь мы делаем обратно мы делаем что хотим вот этих трех ступенки проявления и каждого из них проявления ухуч 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 сотворенной это и есть сотворенной которой силу выход который выходит они просто выходят от Всевышнего но они есть Всевышнего не могут сотворить в какого в какого стадии они могут делать что-то которое не Всевышнему только Всевышнему может сотворить что-то которое чувствует что не Всевышнему только он только творится такого чуда только творится может делать и вот это говорит 21 главе Микаха Мамаш я почитаю побыстрее это 128 страница внезу Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы понимаем, насколько это сильно. Только сам Творец может делать такое ненормальное чудо, сотворенные, которые считают, что они есть. Противо любого нормального логинга. Это называется Ешми Айн. От нечто несуществующее, где несуществующее. От нечто несуществующее. Существование отдельное. От Всевышнего появилась она. От не существующей, кроме Всевышнего, одному появилось чувство «я тоже». «Я тоже». «У меня есть мнение», «я отдельно». Вот это делает только Творец. И теперь мы понимаем, что эти слова, которые говорит Всевышний, которые в них заложены Творцу лично, на это сотворение, они зависимы от Него. Отлично от Него, от Творцу. Он их говорит, Он их делает, для того, чтобы мы, начиная с Англии до нас, существовали в чувство, что мы есть. Творец. Это чудо. И тут, для того, чтобы мы поймем до конца, для чего тогда нужен этих двух сил, бесконечный поток энергии, то есть НСОВ и Оганинчане, зачем они нужны, если уже Творец тут лично сотворил нас. Они нужны теперь, после того, что Творец нас делил, делал такими, как мы, спуститься и строить для нас четкое, правильное количество энергии для того, что мы будем существовать. Сотворение, сама факт сотворения, делал только Творец. Только он способен это делать сам. А теперь, для того, что мы будем существовать, правильно, то есть правильная доза выбирать. Сколько четкой энергии должен получить человек, камушка, вода, растения, животные. О, тут есть бесконечная сила в сердечном, святость в сердечном и сжатый. И они вместо работают давать четкую дозу, четкая, правильная доза, которая нужна каждого из сотворенных, не нарушая главную цель сотворения, что мы будем чувствовать в себе существование. Что мы так будем чувствовать, не нарушая этого. То есть Творец сделал нас такими, а потом говорил своих силами, ну, давай, займитесь. Ну, давай, вы сейчас, иди, давай ему, сколько надо. Ну, сколько надо. Четко, сколько надо. Давай. Божественная энергия, цин-цун, сжатие, все это приходит сюда в том количестве, которое нужно. А сотворил все, сотворенно, Всевышний. Он сотворил это именно вот десятью речениями своей божественной энергии, когда мы говорим напрямую то, что вы сказали, что он сотворил. Это был процесс сотворения его. Помните, я говорил несколько раз, рассказал это несколько раз. История про Абая и Иовы, которые сотворили в ошибку. Да, да. Какой-то игненок. Да. Я несколько раз задавал вопрос, какой связь есть между Абая и Иовы? Никакой. Этого игненок? Никакой. А Всевышний так не хочет. Да, он сотворил нас. Он мог сотворить и не налаживать связь. Как этого игненок по отношению с Абая и Иовы? Никакого отношения. Но Всевышний ему так не хотел. Он хотел налаживать определенную систему связи. Для этого нужны этих двух сил. Один, который дает энергию, а второй, который ее адаптирует под. Условия сотворения. И для этого и есть этих двух сил. Они налаживают той связь, который оставляет между человеком, между животным миром, между материальным миром, между растительным миром к Творцу. Иначе между них и Творца никакого отношения не было. Причем тут они и Творца. Вот теперь есть. И когда еврей берет растение, банан, произносит благословление, в этот банан есть энергия Всевышнему. Когда он ест ее правильно, он ее возвращает обратно. Так Всевышнему хотел. И когда еврей берет корову, берет от нее молоко, сварит из этого молока какую-то манная каша, перед молитвой кушает ее, благословляет, и потом идет молиться. Он берет бесконечное святость Всевышнему, которое заложено в этого манка, в этого молоко, и поднимает ее вот так с заложенной миром для того, чтобы иметь связь со Всевышнему. Иначе ничего не было. Сам Всевышнему сказал, будьте, и стало, и все. И не было никакого заложения, никакого связи между человек и наш мир, никакого. Дальше. Дальше. Силу этого сжатия, которое отвечает за то, что мы почувствуем, что есть меньше Всевышнему, что мы его почувствуем, что он отдельно от нас. Он вилал и ушел. Это тоже чувство, которое передается благодаря сжатия, что мы не почувствуем, кто нас сотворил. Мы не почувствуем, что он участвует в нашей оживлении и сотворении, что мы не почувствуем его присутствие. Ах, лагабе, якадош баруху, мапатна шея савсапишна мутипила. Эн шум цимцум ве-эстер, аммастер уммалим на фоноу. Никакого преграде, никакого разделения между него и нас нету и никогда и не было. Это одно и то же для него. Это его отражение. Как написано на пророчество, И никакого тьма не будет темниться от вас. Мишом шея на цимцум ва-левуши, Добро нефаудно му-на, потому что жете, Это не аддилна от него, это он. Написано в книге Зоар, Что это похоже на... Как называется это животное, которое имеет череп такой? Черепаха. Черепаха, который он. И его защита одно и то же. Это его часть жизни. Как написано, что имя Хаваи, Который показывает асвятас бесконечность, И алуким, который показывает асжаты, Они одно и то же. И поэтому все сотворение перед него, Как будто ничего. Только тут не хватает Одна камушка. Все холошу. Но теперь Надо понять, Как сотворил всебешному клепот. Это уже совершенно долго. Сотворить мне. Который... Ну, я не иду против всебешного поста так тупо. Но нет. Я не чувствую, что его нет. И если он бы это не делал мне, Я бы не чувствовал, что я есть. Я это не хочу. Не только я, как евреи. Ангели, конечно, но нет. У них нет вопросов. Клепот – это совершенно другой тварь. Совершенно другое сотворение. Это ангели, Которые Все знают, Но их цель Это делать точно Обратно, Чем всебешному хочет. Обратно. Не смириться, Не как-то бороться, Ну, у них не получилось. Они хотят Делать Обратно. Но это уже непонятно. Это же творение Всевышнего. Это вообще непонятно. Как так? На службе Всевышнего Все ангелы. Ну, тогда так. Сейчас. То есть получается, Как выражается Клепот. Написано, что Всевышнему Их Ненавидеть. То я вас Ашем Ашер Соной. Всевышнему Ненавидеть Клепот. Но ты же Сам сотворили. Ты Сам сотворили. Как это понять? Они что, Не знают, Что ты сотворили? Конечно, Они знают. Они же ангели. Они находятся Не в мире Асия. Вот с нами. Они находятся В верхнем мире. У них есть что, Сомнение, Что это в Всевышнему? Нет. Как получается У них Такого чувства Знаете? Задолбало. Давай делаем, Что хотим. Ну, Они идут делать. Не можем. Не можем. Нет, не можем. Ну, Хотим очень. Как такое? Ну, Это вообще непонятно. И давай будем Говорить сейчас По сути Есть бесконечная Святость в Всевышнему, Которая дает поток энергии. Без этого энергии Они бы не существовали. Без сжатие. Сжатие что делает? Он Минимализирует Количество поток энергии, Что она не будет Зарвать Нас Нас Как взорвать? Мы начали почувствовать Божественность настолько, Что мы бы Хотели Вот обратно туда Как Или Как Надавиавиу Как ангеле Написано, Что когда ангели Разозлились Всевышнему Был такой случай Он положил Он положил Маленькие Его пальцы Среди них И они Пошли В огнем Вверх Это что такое? Объясняется? Просто Он просто показал им Вище Их способности Божественность Которые они Не способны Принимать И они просто Аннулировали Теперь Давай Вопрос Как Вот этого Система Которая Делает Энергия Всевышнему Сжатая Всевышнему Сотворяет Такую Энергию Для того Что они Будут Существовать Как они Существуют Как это Происходит Как Такой Силу Которая Знает Творец Знает Что этот Творец Хочет Знает Как правильно Но Принял Решение Хочу Делать Как хочу И они Просто Они Не просто Хотят Они Осуществуют 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 Этого Домысля У нас Все Что происходит У нас Плохого Это их Действие Всевышнему Отдать Им Определённый Сил Принять Решение О происходящее Здесь Как они Это делают Как 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 вообще Это происходит Как Для них Нашли место В это Святое Сотворение Как К ним Это Доходит Другими Словами Как Это Доходит К ним Так Что Несмотря Что Дошло К ним После Того Что Дошло К ним И Оживило Их И Сотворило Их Они Чувствуют Наплевать Хочу Беречь Нахочу Как Это Тяжелый Вопрос Вот Это 22 Глава Почитаем Чуть Чуть Рак Ша Тойру Дибро Келошен Бني Одом Вникро Батойру Дибуру Шел Моким Баруху Бешем Дибуру Мамаш Кедибуру Шел Одом Тору Кагда Ана Абишня Этнам Как Шол Сотворение Ана Пользовает Словами Которые Доходчивы Нам Поэтому Тору Когда Говорила Что Всевышнему Говорил Мир В 10 Речей Она Говорила Доходчиво Для нас Что Мы Поймем Не для того Что Отражать Недостатки Всевышнему Всевышнему Нет Недостатки Его Речь Это Означает Похожая На Человеческая Речь В чем В результат Он Сотворяет Отдельно От Недостатки Человека Как будто Человек Уже Патриал Контроль Над Своих Речей Это У Собис Монят Лепиша Бээмэс Каху Так Итап Истана Дээх Йридэ Бэмшоха Слэхайюс Латах Тэхтэйним Пуць Пакатурэм Спускайць Тэхээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok 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 И в том числе он говорил, что теперь и дальше Любой человек, который будет, не дай Бог, убить другого человека Будет осужден смерть Сразу после того, что вышел приказ царю, королем Кто-то совершил убийство Первый Это свежий Свежий приказ про корола Понимает, насколько это может быть убителен Он должен перед показательной казнью Первый Делал казнь Взяли его Взяли его, осуждали его Решили, что он должен быть осужден Казни А корол Довлетит, знаете что? Позовите его к ним Ну, везли И кого он Назначает его Ответственной Напитка И казни Зачем? Должен быть подонок Должен быть Кто может Убить других И чувствовать себя Хорошо Только плохой человек Хороший человек Так не может Не может Это невозможно Это ломает психика А вот подонок может И получить из этого И все выше И королом Должен иметь такой человек Человек, который будет Издеваться И наказывать Тех, которые будут грешать Царством Такой человек нужен Поэтому Не только что Не казнили его Он получил должность И в эту должность Он получает еще и зарплату Вознаграждение Нужно Из этого книга Зор пытается понять Я скажу это Потому что это длинный разговор Очень серьезный разговор Это называется В каббала Сод Секрет Оживления Клепот До конца Даже каббалисты Которые Ну пытались Понять до конца Как это происходит Как эта трансформация Происходит И Святосовичному Происходит Вот такой Тма Да То есть Это называется Секрет Проявления Клепот Это непонятно Но Зор объясняет Нужда В этих Существования В план Что Всевышний Мы должны Иметь такое Ну надо Как нас Создать чувство Что мы Что нам Нам Можно делать Что хотим Это Всевышний Как он Будет Нам Будет Такое Дело Это Их Работа Как Дело Так Что мы Почувствуем Что нам Все Можно Они А Кто Потом Мстит За Этого Они Для них Это Такая Игра Получает Из этого Какое-то Наслаждение И Для Этого Они Существуют Их Сотворили Для Этого Бессомненно Когда Всевышний Захочет Их Не Станет И Это Того Что Написано Что Приход Машьях Их Просто Не Станет Их Сотворение Перестанет Существовать Но Пока Это Не Так То Это Их Задача Вот Это Четко Их Задача А Наша Задача Говорить Им Что Вы Фейк Вы Просто Фейк Вы Фейк Вы Берете Силу Всевышнему И Морочите Голову И Фейк Просто Фейк И Наша Сила Говорить Им Это Что Вы Фейк Есть Есть Очень Известная История Которая Рассказывается Про Раби Борух Измеджибуж Он был Внук Раби И Очень Велик Проведник Изучеников Магдизм Мезритча И Один Изву Хасидов Он был большой Ребе Один Изву Хасидов Он был Большой Человек Большой Большой Хосид Большой Ученый В Тору Шел В лесу И Заблюдился Посередина Леса Увидел Дом На удивление Увидел Там Религиозных Евреев Бородатые Красивые Евреи Подошел К нему И говорит Можете Пожалуйста Добавить Мне вода Покушать Что-то Конечно Он заходит Туда Там рядом С этого Бородатый Красивый Евреи Очень много Бородатые Красивые Все занимаются Учебой Тальмудом Говорят о Тальмуд Какие-то Всяких Разных Мнений В Тальмуде Он слышит Это Начал Смешивать С ними Говорить Своё мнение Они говорят Ты очень умный Ты молодец И они дали ему Всяких Их Их Мнений По этому Поводу Дали ему Покушать Попить Он попросил Попрошался От них Они сказали Куда идти Он пошел К Меджибуж Дошел к Меджибуж И хочет идти К своего Ребе Его не пускать Он говорит Что ты Ребек Сказал Не пускать Он пишет К Ребе Ребе говорит Ему Ты Получил Отклепот Отклепот Он начал Плакать Что меня делать Я же не знал Он говорит У тебя есть Только одно Исправление Иди туда И все Что они Только тебе Будут сказать Скажите Что вы Никто Вы Никто Не важно Что они скажут Будут Угрожать Тебя Будут Пытать Тебя Ты скажи Вы Никто И тогда Если у тебя Будет успешно То вернись Ко меня Если нет То Я тебя Не спрошу Не спрошу И написано Он пошел Обратно Встречал Они принимали Его Очень красиво И все Что они обращаются К нему Говорят Вы Никто Вы Никто Они начали Говорят Как мы Никто Вы Никто Как вы Никто Видите Что мы Серьезно Учим Тор Вы Никто Они Начали Возмушать И Начали Говорить Ему Кто Тебе Дал Такое Право Говорить Мой Ребе Давай Посмотрим У нас Есть Список Каждый Человек Который Был Связан С нами Если Мы Увидим Что Твой Ребе Хоть Один Раз Попался К нам В наш Список Тебя Как У нас Говорят Хана Закрыли Вопрос Посмотрели И не Бало Его Отпустили Похоже К этому Есть Рассказ Магдизмидзовича Рассказал Это по-моему Альтер-Ребе Или еще Несколько Учеников Я помню Что Это было Только Альтер-Ребе Рассказали Ему Что Однажды Когда он Был Маленький Он Учился Ночи Бесмедреш Один Было Это часто Он У него Была Свеча Час Пришли Говорит Откуда Тебе Знать Может Это Пророк Илья Может Это Первое Проявление Откуда Тебе Знать Что Это Была Клипа Нет Пророк Илья Увесолый Он Был Депрессивный Депрессивный Это Клипот